Австралийская авиакомпания Qantas выполнила сверхдлинный перелет из Нью-Йорка в Сиднии продолжительностью около 20 часов и соответственно возникают разговоры о очередной новой эре в воздушных перелетах на самом деле это мне кажется что это большое достижение потому что это открывает путь к некой другой что ли плоскости путешествий конечно замечательно что техника появилась которая позволяет выполнять дальние беспосадочные перелеты которые по сути дела делают весь мир доступным для прямого сообщения я слышал как бы голоса скептиков которые говорят ну подумаешь разница там с пересадкой тебе добавляют два часа но куда более комфортно ты можешь там ноги размять пиво выпить и так далее и в общем это правильно но вся история авиации как раз свидетельствует о том что вот эти беспосадочные перелеты пользуются колоссальной популярностью и рано или поздно становится стандартом ну и здесь кстати конкретный пример это вот то что появилась возможность летать по так называемому кенгуриновым маршруту между Австралией и Великобританией потому что там большой очень поток но как бы родственные страны и до недавних пор беспосадочные рейсы были невозможны поэтому он назывался кенгуринный маршрут что в любом случае необходима была промежуточная посадка и теперь вот наконец появились тоже прямые перелеты пассажира в особенности стандартного эконом-класса тут необходимые такие на мой взгляд радикальные изменения во всем потому что вот как опыт показывает что даже в течение вот трех часового полета буквально все что можно сделать самолете уже все да то есть можно подремать можно поесть можно посмотреть кино вот сходить в туалет но и собственно а что еще там делать и когда после этого ты смотришь что вроде как три часа прошло а лететь а лететь еще 17 часов вот здесь возникают конечно же вопросы это классические такие как бы проблемы которые возникают в космонавтов замкнутое пространство длительное время и этому надо учиться совершенно очевидно но конечно вот если вспомнил об этом кенгурином маршруте на пристани в бристоле стоит огромный рекламный плакат как в 1886 года когда запустили первый цельнометаллический пароход английский великая британия стоит рекламный плакат на котором написано фантастика самый быстрый способ добраться до сильные 58 дней что делать 58 дней в море то что в общем довольно серьезный вопрос мне кажется что это очень важная такая века мы она наверное так не особо-то не будет обсуждаться но если удастся организовать приемлемого качества перелеты 20 часовые и больше конечно это будет но такая некая революцию ну а просто перестур очередная серьезная перестройка маршрутной сети возможно то есть как бы земля становится все меньше